Самара – город ярких людей, смелых творческих экспериментов. Родина всероссийской студенческой весны. 30 лет назад здесь, на берегах Волги, фестиваль объединил вокруг себя молодежь всей страны и стал культовым. В разное время лауреатами и победителями студвесны становились Евгений Гришковец, Александр Морозов, Диана Арбенина и Светлана Сурганова из группы «Ночные снайперы». Творческий потенциал молодых талантов оценивала авторитетная жюри Евгений Дога, Александр Розенбаум, Лариса Голубкина. Мы хотим познакомить вас с людьми, стоявшими у истоков фестиваля. С людьми, которые были участниками и идейными вдохновителями студвесны. Мы, Светлана Кудрявцева и Анатолий Головко, авторы нового проекта телеканала «Самара Гиз». Сегодня мы находимся в Самарском национальном исследовательском университете имени Королёва. А некогда это был Аэрокосмический институт. То место, где и зародился фестиваль «Российская студенческая весна». И Дмитрий Ефремов стоял у истоков, был одним из организаторов, исполнительным директором. Дмитрий Ефремов, предприниматель, председатель Федерации студенческой молодёжи Аэрокосмического университета с 1992 по 2000 год. Продюсер фестиваля «Российская студенческая весна». Дмитрий, как вообще получилось так, что «Российская студвесна» зародилась именно в Самаре? В далёком 92 году, когда произошёл развал всей системы работы с молодёжью, было непонятно, какими проектами можно заниматься в этой сфере. И в то далёкое время здесь, в нашем институте, я и ряд единомышленников, мы создали организацию, которая называлась «Федерация студенческой молодёжи Авиационного института». Вот эта организация и стала думать, каким образом можно развивать студенческое движение. Одной из идей и стала «Российская студенческая весна». Фестиваль, который в этом году будет отмечать своё 30-летие. Но ведь студенческая весна, она уже существовала, но была не всероссийского масштаба, правильно? То есть вы её так вот расширили. Да, 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 конечно. То есть движение «Студенческая весна» имело уже к тому моменту длительные традиции. И во многих вузах проходили свои студенческие весны. Но объединяющего фестиваля не было ни в советское время, ни в только что зарождающейся России. И поэтому идея о проведении всероссийского фестиваля стала такой новаторской, может быть, инновационной. И нашла широкий отклик среди студентов и студенческих организаций. Ну и давайте пройдём тогда непосредственно в то место, где и проходили выступления. Покажите мне. Пойдёмте. На первый фестиваль приехало 23 региона. Они привезли программы во всех номинациях, которые были представлены на тот момент в положении. Дмитрий, а какие номинации тогда были в фестивале? Фестиваль начинался с традиционных номинаций, которые на тот момент использовались при проведении региональных фестивалей. Они укладывались в четыре направления – музыкальное, театральное, танцевальное и оригинальный жанр. А оригинальный – это что могло быть? Это мог быть? Нет. Это прежде всего был цирк, цирковые номера, цирковые представления. Да, и так получилось, что в первый фестиваль лауреатом первой степени стала команда из Москвы, именно цирковая. Впоследствии количество номинаций стало увеличиваться. И могу сказать, что мы внесли в развитие именно номинационного разнообразия свой большой вклад. Прежде всего, введя такую номинацию, как региональная программа. Она была наряду с музыкальным номером, с танцевальным номером и еще региональной программой. Или все эти номера входили в региональную программу? Как это все было? Идея была такая, что если раньше на региональном уровне выступали творческие коллективы, будем говорить, в индивидуальных каких-то конкурсах, когда каждый коллектив соревновался с другим таким же коллективом в номинации, то введение номинации региональная программа позволило объединить творчество целого региона в одной шоу-программе. Эта номинация стала серьезным развитием фестиваля. И участие и победа в ней стало самым практически весомым достижением для многих команд. Дмитрий, ну как можно было все это организовать? Потому что огромное количество студентов сюда приезжало. И я так понимаю, именно вы занимались организацией размещения, организацией автобусов, питанием. Как это все происходило тогда? Первый фестиваль очень тяжело проходил. На первом фестивале очень мало было средств. Мы буквально каждую копейку считали для того, чтобы все правильно сделать. Вот. И здесь без поддержки ректоров вузов невозможно было организовать этот фестиваль. Вот. Большая благодарность и нашему ректору Соферу Виктору Александровичу, и Котельникову Геннадию Петровичу, которая была ректором медицинского университета в то время. Они предоставили общежитие вузов для размещения участников фестиваля в 93-м году. Но студенты, которые там жили, куда они? Их уплотняли. На время фестиваля они переселялись в комнаты к своим соседям. Вот. И освобождали по целому этажу в общежитиях для того, чтобы разместить участников фестиваля. Впоследствии уже с 94-го, 95-го, 96-го годы эта, конечно, проблема была решена. И мы добились того, чтобы студенты жили в отдельном городке. Для размещения использовался городок-профилакторий, который находится на Советской Армии. Но все равно даже его не хватало для размещения всех участников. Поэтому были задействованы практически все профилактории, которые были в Самаре. Не было ни аппаратуры, ни транспорта для того, чтобы правильно выстроить работу вот этого фестивального механизма. И вы не отчаялись? То есть, столкнувшись с трудностями, вы решили, что дальше будет только лучше? Да, да, да. Для нас это все равно был такой мощный вызов для того, чтобы добиться успеха. Мы почему-то чувствовали, что за этим фестивалем будущее. Ну как, вы не ошиблись тогда? Ну вы видите, что 30 лет фестиваль уже идет и развивается. Это такая очень своеобразная, очень живая традиция, которая, я надеюсь, еще долгие-долгие годы будет жить и вовлекать в свою орбиту и студентов, и зрителей. А я правильно понимаю, что на сцену вы не выходили? Вы всегда были, ну скажем так, немного за кадром, руководили за сценой этим процессом, были администратором, нежели творческим человеком? Ну, я могу так сказать, что очень многие вопросы творческого характера все равно замыкались на меня. Ну, например, это символика фестиваля, которая была тогда, ну буквально выстрадана нами за годы проведения этих фестивалей. Вот этот символ фестиваля, который в дальнейшем стал таким нашим героем, вот, это символ фестик, который мы использовали на фестивалях, начиная с 96-го года. На мой взгляд, это какая-то душа этого фестиваля. Мы пытались, чтобы этот герой жил со студентами, с участниками фестиваля в студенческом городке, вот, чтобы он каким-то образом помогал поддерживать настроение участникам. Вот, и в конечном итоге мы поставили его вот на такой пьедестал, для того, чтобы можно было потом вручать его в качестве главного, главного приза, который участники увозили с собой в память о нашем фестивале. То есть таких фестиков было много, и их вручали потом на фестивалях? Да, то есть вот такая фигура вручалась каждому победителю в своей номинации. Ну, например, там, это мог быть победитель в номинации, там, эстрадный вокал, например, ему вручался вот такой вот замечательный приз. А они все одинаковые? Такой замечательный кубок. Ну, внешне были? Они были одинаковые по композиции, но цветовая гамма у них отличалась по степени лауреатства. Вот, где-то он был более ярким, где-то более таким пастельным. То есть вот это золотой фестик. Потому что вот здесь золотая окантовочка. Да, вот он такой с золотой окантовочкой, вот он с золотой фестик. Такой фестик вручали лауреатам первых степеней лауреатских, ну, вот во всех номинациях. А у него был какой-то прототип? Ну, то есть с кого создали этого человечка? Был какой-то человек реальный? Нет, мы поставили себе задачу все-таки найти какую-то душу фестиваля. То есть как-то ее изобразить, найти какой-то образ для того, чтобы фестиваль запоминался. Вот, и были у нас в нашей группе два замечательных, талантливых художника, Татьяна и Сергея Ачаликовой, которые создали этого замечательного фестика. В дальнейшем, вот я смотрю буклет 97-го года, значит, мы пытались сделать так, чтобы он жил вместе с участниками фестиваля, отражал настроение участников. Вот, что вот во всех материалах, которые мы готовили в то время, и нашло свое отражение. Вот, в 97-м году добавили подругу ему. Да, я, кстати, хотела уточнить, почему мальчик, а где девочка? Да, да, девочка тоже здесь есть, назвали ее Фисташкой. Вот она здесь вот стоит с мороженым, а здесь, соответственно, она тоже поддерживает участников, вот, в буклете тоже, о ней есть тоже своя страничка. Вот, сделали подружку ему, вот, ну вот, на мой взгляд, это был тот символ, который вкладывал какую-то душу в фестиваль. А я где-то на старых фотографиях видела больших фестиков, то есть в полный рост. Их тоже делали? Да, да, мы делали, делали ростовые фигуры, которые сопровождали команды в течение всего фестиваля. Вот, особенно, соответственно, это было интересно, когда проходили неформальные встречи участников, вот, в рамках фест-клуба. Вот я здесь хотел обратить внимание на значок фест-клуба 97-го года. Тут тоже фестик. Да, значит, специально для того, чтобы участники фестиваля могли почувствовать какую-то неформальную, неконкурсную атмосферу. Для них был создан фестивальный клуб. Последние годы, когда проходил фестиваль в Самаре, он базировался у нас на базе ДК «Современник». И там, соответственно, проходили ночные тусовки всех участников фестиваля. То есть, по сути, студенческий городок не спал ночью. Все студенты шли в фестивальный клуб, и там у них была возможность показать, не только отдохнуть, но и показать свои творческие программы вне конкурса. То есть, им нужно было так хорошо подготовиться, чтобы и на сцене выступить, и потом еще неформально выступать? Желающих выступать просто стояла очередь. То есть, огромное количество людей, которые хотели показать друг другу свои номера, не только конкурсные, но и те, которые они считали более неформальными. Хотя, по тем временам, мне кажется, не было никаких ограничений в творчестве. Таким образом, получалось, что для каждого этот фестиваль свой. То есть, каждый участник видел вот эту свою частичку этого фестиваля. Но на самом деле он был намного больше. То есть, невозможно было охватить все площадки, невозможно было охватить все концерты, невозможно было пообщаться со всеми членами жюри. И невозможно было посмотреть всех своих коллег одновременно, потому что они выступали на разных площадках параллельно. Невозможно было пикнуть такое количество творческих номеров в отведенную неделю времени. Без поддержки администрации города и администрации области было бы очень сложно провести такой огромный фестиваль. Поддержка Константина Алексеевича Титова на всех фестивалях она была. Без этой помощи было бы очень сложно провести такое масштабное мероприятие. Но я хотел бы сказать им спасибо не только за то, что были выделены именно средства, но и за возможность организовать ту среду, которая была создана на фестивале. За возможность создать фестиваль именно таким, каким он стал. Время организации фестиваля «Российская студенческая весна» являются яркими годами в моей жизни. И я надеюсь, они стали такими же яркими годами для тех людей, которые участвовали в создании этого фестиваля и участвовали в нем. Я надеюсь, что самые светлые воспоминания у участников фестиваля остались от Самары тех лет. Здорово, что фестиваль продолжает развиваться. Я надеюсь, что еще многие замечательные идеи можно реализовать для того, чтобы этот фестиваль развивался и помогал молодым артистам становиться профессионалами. Ну, впереди у нас будет 30-й юбилейный фестиваль. И я думаю, мы как раз там и увидим молодых ярких артистов. Поэтому... Пожелаем им удачи. Да, пожелаем им обязательно удачи. Обязательно будем смотреть, следить за ними, может быть, за их дальнейшим творчеством. Дмитрий, спасибо вам огромное, что вы рассказали о тех истоках, о которых, может быть, сейчас молодежь и не помнит, но благодаря нам узнает. Спасибо большое. Да, спасибо. Студ весна – это особое время года. Это время надежд. Время для воплощения в жизнь самых амбициозных проектов. В момент зарождения фестиваля в 90-е годы его участниками стали 260 человек. Теперь на юбилей к нам в гости приедут более 3,5 тысяч молодых талантов из 85 регионов России. В этом году Самара вновь распахнет свои двери, чтобы открыть стране и миру новые имена. Студ весна возвращается к истокам. Добро пожаловать домой!